всем привет многие спрашивают какую лучшую версию линукса использовать ну начнем с того что если вы вообще не хотите как бы заморачиваться что-то новое изучать и привыкли пользоваться к windows windows am то лучше всего вам приобрести как говорится windows если вы задумаетесь о новом компьютере то покупайте сразу с индусом потому что это будет гораздо дешевле чем вы потом будете его покупать отдельно ну вариант с пиратством я не рассматривают так как я думаю вы понимаете что это не цивилизованным способ использовать пиратские вещи если все-таки вы решили покупать компьютер без windows а тогда лучше покупать не пустой компьютер где ничего нет где есть установленная ubuntu или debian вот как данном случае например у меня системный блок дал он шел вместе с лицензионное так сказать для этих дел ubuntu 18 что вы имеете если вы будете пользоваться тем что вам уже дали изначально у вас получается значит поддержка встроена и тут постоянно обновляются всякие если нужно драйверы можно осуществить диагностику документации и какие-то любые вопросы решать если что-то заглючит вам помогут с условием что вы не меняете свою операционную систему то есть у вас здесь будет фирменная утилита восстановления которая работает именно с этой версии ubuntu вот и например будет такая штука к примеру до которая может помочь диагностировать вашу неполадку фирмой дел но его тут ссылки где это обновляется все тело поэтому вы можете это все как бы снести поставить что-то другое но во первых вы лишитесь поддержки во вторых но то что встроена она гораздо быстрее работает например я проверял ubuntu последние 20 21 там федору тебе бен то есть это работает быстрее всего от того что ну тут 18 года ubuntu с длительным сроком поддержки плюс здесь есть поддержка скажем так на уровне драйверов от производителя если вы так посмотрите то сидите вот есть пакеты установлены в уже система сейчас где осуществляется поддержка то есть вот установлены пакеты которые попали эту ubuntu так чтобы это железо с которой здесь работала идеально если вы обновите свою операционную систему то эти пакеты быстрее всего не заработают и потом не известно будет полноценно железо вот эти ли не будет тогда вам только останется рассчитывать на обновление ядра поэтому вот такие вот ubuntu встроены они обновляются не меняя свою основную версию там запрещено например если это 1804 то она не будет другую переходить ubuntu специально что все работало надежно и безукоризненно сейчас так мы вот так она обновляется но тем не менее посмотрим про обновление вот видите уведомлять мне о новой версии ubuntu никогда будет обновляться только то что есть тут кстати видите при поддержке фирменные утилиты есть которые могут все восстановить значит я заценил дебиану федору и ubuntu поэтому я вот для себя сделал такой репозиторию для вас тоже где здесь все адреса и ссылки и скрипты которые мне понадобились чтобы все что надо работала автоматика коллекция вы можете и вот поэтому адрес посмотреть но также поэтому адресу тут мои всякие учебные примеры по программированию вот если вы короче решили все таки что-то свое поставить на компьютер пустой да то все таки самый простой для начинающих это linux mint вот ставьте его и пользуйтесь примерно как windows он который ошибок под xp ничего плохого сказать в принципе не могу самый удобный вариант для начинающих если вам не нравится такой вот вариант и вы хотите современная чтобы вот тут такая панелька была типа вот такого всего с интерфейс который называется gnome тогда попробуйте ubuntu если вы не хотите слишком заморачиваться используйте лучше вот такую версию с lts где более стабильные программы здесь новее версия будет но здесь что-то может немного глючить поэтому если вы хотите читать форумы испытывать муки поиска то лучше использовать вот такие версии если вы хотите немножко выпендриться и почувствовать себя крутыми то попробовать можете федору 35 который спонсирует редхат тоже хорошая операционная система но здесь установка программ происходит очень медленно по сравнению с предыдущими вариантами 5-10 раз медленно все это происходит но тоже неплохо все работает достаточно быстро вот и здесь другие версии программного обеспечения другие пакета несовместимы с ubuntu linux mint дебиан то есть это отдельная история то есть если дебиан ubuntu и mint как правило имеют одни и те же но программы и установщики то тут свое все совсем другое ну а дебиан это для тех кто любит безопасность и надежность но тут возможно вам придется конкретно помучиться с драйвером своей операционной системы под видео плату например еще под что-нибудь но если сможете то будет работать очень круто и надежно тоже все поэтому вариантов много но если вы не хотите заморачиваться покупайте комп вот с этой штукой и живите дальше не парьтесь на этом все всем пока